Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас читаем главы Тазрия Мецара. Вообще вот Мецара, она стоит, Моцешем Раса стоит слов, да, что, а говорить другого. Смотрите, творение мира полглавы. Великие там потрясения какие-то, выход из Египта, там, две главы. Три главы нам рассказывают, что вкладывать в рот, то есть кашрут, и что вынимать из него, то есть законы речи. Почему так много, да? Почему так много времени уделять вот этим вопросам? Дело в том, что, наверное, потому что человек в иудаизме определяется как существо, какое существо говорящее. Не разумное, а говорящее. И мир наш, кроме всего прочего, тоже создан чем? Словом. Поэтому именно так. Многие мудрецы посвятили там десятки книг тому, как разговаривать, что правильно делать. Хафицхайм, почитайте, кто не читал, это блестящие вещи. Каббала говорит, что если в какой-то день вы сказали нецензурное слово или какой-то лошананара на кого-то, в этот день твои молитвы не доходят до неба. Ну, представляете, насколько это же должно быть ваше. А в наше время, если раньше сказал-ка на кого-то что-то там, ну и в рамках там, я знаю, своего дома, где-то своего квартала, в крайнем случае. Сейчас это же парниковые условия для лошанара. Слова через океаны доходят по телефону за секунду. Фейсбук, интернет, твитч, мидт, что угодно, пожалуйста. Можно рассказать какую-нибудь, мягко говоря, глупость или еще хуже подлость. Она через минуту становится достоянием всего мира. Поэтому, а еще мы повторяем потом это. А как известно, что сказали мудрецы. Если говорить или повторять несколько однократно какую-нибудь даже глупость, то потом ты в нее сам начинаешь верить. Думай, что это правда. Короткая притча расскажу. После свадьбы молодая пара поселилась в новом районе, там в доме. Смотрит, жена в первый день открывает, там соседка стирает, развешивает. Иногда говорит, слушай, ну как можно грязное белье стирать и грязным же потом развешивать. Или мыло какое-то, или соседка неряшливая. Ну, проходит еще три дня, еще пять дней, опять стирает. Опять она говорит, слушай, ну удивительное дело. Вообще как-то. Проходит около месяца, она открывает окно, говорит, о, смотри, потрясающе сегодня. Действительно она так красиво постирала. Муж говорит, да нет, просто сегодня в нашем доме помыли окна. И смотрите, нередко происходит такое, пишут в нашей жизни. Многое зависит от того, какая чистота наших окон, которые мы смотрим в этот мир. Потому что нам всегда кажется, что вот эта идеальная чистота, это немножко не так. Мы также смотрим на окружающих. Перед тем, как вообще критиковать другого, написали мудрецы, надо проверить чистоту наших намерений, нашего сердца по отношению к этому человеку, к этому миру. И насколько я правдиво в данный момент вообще умею смотреть на окружающих. Есть всякие тонны нюансов, как вообще относиться к разговору. Это настолько серьезно для наших мудрецов было. Например, если вы коротко, там, без намерения нанести какие-то, вызвать ненависть, но подозревая, что ваши слова станут не самыми лучшими, вызвать негативную реакцию, произнесли, приступайте запрет. Сима говорит своей близкой подруге Басе, что мира изменилась к худшему, потому что не участвует в благотворительности, и надо бы ей помочь. Там, встретив, есть, рассказывает, что ты ничего плохого не хотел, приступил закон. Он сказал своему продругу кому-то, что во время шедуха, что, вы знаете, по интеллигентности ему еще двигаться и двигаться. Он хотел хорошее, приходит к нему друг, говорит, что же ты сказал. Он говорит, ну вот все так думают, приступил закон. Поэтому сказал просто, как плохо выкрашен ваш дом после окончания ремонта, если это не может принести практическую пользу, а только вызовет вражду между строителем и владельцем дома, приступил закон. То есть не так все просто, потому что слово, оно не просто первично. Слово можно разворачивать мир в любую сторону. Слово, очень, кто хочет для себя еще немножко так устрожить, я могу рассказать такую вещь. Слово, согласно кабале, вообще сплетни, да, вот особенно, способствует распространению болезни, которая передается воздушно-кафельным путем. Злословие, написано, наносит колоссальный ущерб духовной силе человека. Причем и тому, про кого говорят, и тому, кто говорит. Мы можем говорить слова либо от своей светлой такой части, либо от противоположной части. Когда мы позволяем светлой части говорить нашей, да, что мы людям даем какое-то, дарим им своими словами, какое-то тепло, какую-то надежду, какое-то благословение, да, все, что хочешь. Когда насчет темного, да, то кабала говорит здесь очень интересную вещь. Каждый из нас приходит в этот мир, имея ограниченный запас негативных слов, которые он может произнести. Когда он эти слова, не дай бог, скажет, он уходит из этого мира. Ну, скажите мне, стоит ли раньше времени уходить из такого прекрасного мира, ради того, чтобы назвать кого-то дураком? Кто в таком случае может оказаться дураком? Поэтому за языком надо следить больше, чем за своими дверями в доме. Брахавы от слаха. Всего самого лучшего.